Реформа ЖКХ РУ 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 которые сегодня уже идут, это Якутия, Каменок. С другой стороны, конечно, 10% всей работы по стране тоже приходится на Якутию. Мы уверены, что мы справимся. У нас есть для этого все. Хорошие кадры строительные и достаточно уже такая развитая система по работе по муниципалитетам в рамках расселения людей из-за времени жилого. Есть хорошая система общественного контроля, которую мы обязательно будем привлекать. И уже работа сегодня идет. Дирекция по жилищному строительству, я уверен, что уже в ближайшие буквально недели, месяцы начнут уже объявления конкурсов по теме или иное муниципальное образование для начала реализации данных. Придело 10 тысяч квадратов, это на ДНК подетерсировано. Также я хочу отметить, для нас, для строителей, это большая ватмога. Вот, что тут, как говорится, стимулирует нужный момент. А стоимость какой вы торгуете? На сегодняшний день при этой строю готовности у нас уходит от 70 тысяч. Вот эта территория у нас была отведена по договорам развития строенной территории. Люди уже получили квартиры в наших жилых домах. Кроме этого, кроме программ, мы еще и сами расселяем из собственных средств. То есть мы закладываем наши ресурсы наперед. У нас позиция такая. Кроме этого, мы еще, как бы, предприятия ведем работу с окружающим населением, чтобы они признавали, помогали окружной администрации в признании дома аварийными, чтобы на будущее, как бы, был уже задел для строительства именно таких, как украинцев. И не разносорки, а именно пучковым таком, чтобы с помощью строительства обращаться. А в благоустройство у вас уже входит в стоимость, да? Да. В полную стоимость, да. И детские площадки, и все. Да, детские. Все у вас входит. Ну, как они будут? Будут участвовать? Намерения у нас есть. Будут участвовать. Ну, Станислав Иванович у нас депутат Японской городской думы. Человек крайне ответственный. И у него предприятие, и социально ответственный бизнес, поэтому я думаю, что все будет здесь нормально. Это его избиратели, поэтому... Чтобы не краснеть. Тогда нельзя краснеть, действительно. В принципе, мы взяли на связь люди. Чтобы же в этом году. Приезжайте, поверите, селитесь. Да. Почувствуйте эффекты реализации. Я прошу. Приедем. А есть ли возможность увязать расселение с программой реновации, тем более, что законство фенсивы новой, чтобы уже не просто расселять, но и преобразовывать старые кварталы, где преобладает аварийное жилье, в более современное, и эти трущобы убирать, скажем так. Конечно. Это можно совместить, к сожалению, это можно совместить только в крупных городах. В районном центре это очень сложно сделать. Но такие даже преференции, они будут предусмотрены соответствующими поправками, которые готовятся по развитию застроенных территорий. Там будут достаточно хорошие преференции застройщикам для того, чтобы они занимались этой проблемой. А в Якутске можно будет, так сказать, с него начать? Это надо вопрос, так сказать. Мы считаем, можно. Мы считаем, можно. Насколько это градостроительный план города увязывается, но тут несложно сказать, я пока эту тему не буду. Но самая дорогая часть на преференции – это инфраструктура создания, экономизация и прочего. Здесь преференции будут касаться? Да, да, да. Я вот и сказал, что преференции будут касаться в том числе и оплаты определенных затрат на подводку инфраструктуры. В случае, если будут развития застроенных территорий. Одна из основных задач – это мониторинг деятельности региональных фондов капремонта, ну и повышение финансовой устойчивости. Как обстоят дела в России, ну и в целом, в частности, по республике? Программа капитального ремонта как раз создавалась для того, чтобы продлить жизнь дома в первую очередь. Ну и, конечно, чтобы граждане, проведя капремонт, жили в более комфортных условиях. Программа работает достаточно хорошо. Есть, конечно, определенные проблемы, как при любой масштабной программе. Мы это видим, мы это мониторим, предлагаем выходы из создавшейся ситуации. Надеюсь, что есть определенные проблемы с реализацией программы в Якутии. Ну, как мы уже договорились, мы своих специалистов пришлем, они посмотрят и дадут свои рекомендации, как из этого уходить. Сегодня мы с вами присутствуем на знаменательном событии. Начало реализации проекта по комплексному жилищному строительству квартала 112 в Якутске и начало реализации регионального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Саха, Якутия. Данный квартал будет представлять собой территорию, застроенную многоквартирными жилыми домами и детским садом на 300 мест. Действительно, сегодня историческое событие. Сегодня со стороны Республики Айсен Сергеевич Николаев и Константин Георгиевич подписали соглашение о реализации этапа 19-24 годов программы сокращения непригодного для проживания жилья, ветхоаварийного жилья. И мы решили не просто на бумаге зафиксировать это, а делом показать, что работа уже идет, что уже в этом году начнется реализация программы, реализация задач, поставленных президентом Российской Федерации. Из того, что я хочу подчеркнуть, это то, что мы уверены, что за счет того огромного объема строительства, а это по всей Республике 1,142,000 квадратных метров, а в городе Якутске почти 70,000 квадратных метров, в результате него не только большое количество людей получит благоустроенное, комфортное для проживания жилье, а всего таких людей будет более 60 тысяч по всей Республике. Но и очень важно, что наши города будут преображаться, комплексная застройка квартальная позволит нам перейти к новому качеству самой городской среды. И вот как раз 112-й квартал, где мы сегодня находимся, где сейчас мы будем символическую закладку капсулы производить, яркий пример того, как столица нашей Республики будет преображаться благодаря вот этой значимой программе, которую нам предстоит реализовать в 19-24-е годы. Пользуясь случаем, я хочу большую благодарность от имени правительства Республики Саха-Якутия выразить фонду, который возглавляет Константин Георгиевич и всем коллегам за ту огромную работу и помощь, которая была оказана в предыдущий период реализации работы. Мы уже договорились о конкретных форматах взаимодействия на следующем периоде и уверены, что общими усилиями мы сможем реализовать те амбициознейшие, огромные задачи, которые перед нами стоят. Спасибо. Вот у нас как-то в стране принято, что мы вначале очень долго согласовываем документы, подписываем, потом деньги к концу года приходят и вся работа начинается позднее. Вот сегодня яркий пример, как, наверное, мы профессионально и быстро сработали с администрацией и правительством Республики Саха-Якутия. Только что подписали соглашение, только что передали деньги, сейчас мастерком поработаем и пошло-поехало. Вот так должно быть всегда. Единственное, конечно, должно быть все качественно, хорошо. Самое главное, чтобы наши граждане почувствовали от этого, наверное, чтобы настроение у них всегда было хорошее, чтобы жили в качественном жилье и чтобы радовались и нас радовали о том, что они довольны всем. Вот надеюсь, что эта программа, которая сегодня стартует здесь, в Якутске, в Республике, как раз нашим гражданам и гражданам Республики Саха-Якутия принесет только радость. Спасибо. Начинаем торжественную церемонию закладки капсулы. КОНЕЦ КОНЕЦ Уважаемые гости и участники, поздравляем с началом реализации регионального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Республики Саха-Якутия. КОНЕЦ 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 повышающие коэффициенты по строительству жилья для этих макрорегионов предусмотрены.